всем доброе утро середина лета сегодня вышло для вас поснимать прошел у нас вчера и позавчера очень хороший дождик и вот как огород чувствует себя поснимаю вам и себе конечно на память вот здесь я посадила огурчики сейчас с утра тут у нас солнышко потом будет полутень и они себя прекрасно чувствуют вот мои ставчики вот это та деляночка которую я делала сама красиво получилось ну и вот эти вот ставчики пеларгония выношу ее сюда на лето и она все время цветет вот здесь у меня розы частично отцвели вот уже не такое пышное цветение как было но надеюсь что еще будут вот эти плетущиеся еще раз цвете в общем еще до сих пор все равно цветут и винт видите цвет набирает будут радовать меня вот здесь участочек у меня тут у меня посажены тыквы и огурцы гурой огуречки же уже собираю здесь вот так вот за виноградиком посадила и все растет немножко ребята сыровато но ничего виноград виноград я вот вам покажу видимо здесь у нас ранние сорта не знаю какие супруг вот этим занимался там я покупала а это он покупал посмотрим потом покажу вам вот этот что-то очень-очень крупный виноград вот тут это первый год будет завязалось а вот три то нет 5 по моему гроздочек так что осенью вместе с вами будем пробовать и вот на этом тоже есть смотрю гроздь хорошие будем пробовать вместе с вами сыра чеснок ну чеснок я всегда выбираю после петра и павла вчера был праздник вот я запомнила и вот теперь мы ждем когда чуть подсохнет мы уже для себя выкапываем чеснок чеснок очень хороший видите в круг ручную прорывала уже все равно подзаросло но уже вместе с выкопкой буду этим заниматься ну картошка картошка хорошие еще не сохнет ничего картошка очень хорошие груши ребята груши вот на этой груши у нас привито по моему шесть сортов разных а вот здесь вот эта груша у меня клапа вот она самая первая будет вкусная крупная очень вкусная груша так что ждем астрочки поднимаются поднимается и горошек поднимается побрызгала потому что что-то астры начало есть и вот они уже поднимаются у меня ну и вот сам огород виноградик тоже но здесь видите как-то помельче хотя очень вкусный заходим на основной огород ну конечно мои бархатцы да они оказались маленькие обязательно соберу семена смотрится очень красиво ну тут грядочка с травками петрушка укропчик ну в общем вот это все и помидоры ну это что-то ребята вот видите уже за сутки немножко протряхла могу даже зайти могу даже зайти чуть-чуть так патиссоны и кабачки радует уже закатала закатала наверно банок 8 пол литровых патиссон и кабачки кабачки кушаем очень много ой вот лежит сорвала очень много это патиссон чеки кабачков очень много видите только собирай скоро буду делать икру но для этого же мне нужны помидоры ой увидела помидор ребята это что красный точно краснеет все сыночек мой будет очень рад ой с ума сойти реально не видела реально не видела потому что ну вот тут вот тоже краснеет все мы с помидорами у меня сын очень любит помидоры все моя душа спокойно вот ребята перец перец поливала поливала перец воду любит вот это импортные сорта которые поштучно продаются вот они уже перчики они будут конечно огромные вот тут у меня зашло тогда восемь семян с другой партии один одно и мои ребята огурцы что вам могу сказать все собираем каждый день посмотрите какая плантация три банки уже закатала малосольные уже сделала это у меня когда два дня или три назад говорю супругу иди огурцы собрать а он говорит ну что там я горну иди собери приходит почти с ведром ну были и большие даже а я же не думал что они так быстро вот ребята быстро много красиво собираем потому что боюсь вы знаете на курсе если что-то нападет все пропадут все сразу ну и конечно ребята огород огород зарастает вот так у меня клубника заросшие я конечно этого не боюсь потому что прошло дождь и вот тут смотрите вот я вчера по грязи целый день но не целый вруб потому что ж надо готовить и так далее сидела такая клубничка получается красивая все прорвано малины малины полно сейчас супруг пойдет собирать малину это на его совести мне некогда малиной заниматься то что собирать это он единственная вот крыжовник крыжовник собираю и там еще пол куста осталось я сделала компоты с мохито у меня есть рецепт на канале с крыжовника обалденный вот у меня дети вообще любили вишневый теперь они любят мохито так что сделала сейчас до собираю еще сделаю с мятой и все будет отлично ну а вот видите какая красота фасолька фасолька шикарная тоже и да сейчас пройду и покажу вам свои дыньки вот такие дынька вот такая вот мне нравится в дынях что не видишь не видишь потом опа вот это дынька вот тут вот поменьше видите ну немножко где могла где увидела конечно видите краешки пооборвала чтобы дынька росла так что надо обязательно обрывать потому что ну не выдержит она много дынек вот так вот вот тут у меня дыньки вот там вот так что будем еще и с дыньками вот на этой на этой только-только завязывается а вот на той прямо шикарно так что вот такие дела ребята капуста уже шикарная брызгала брызгала ее конечно от всяких жучков ну и поливала а тут еще и дождь прошел вот такая капусточка ну и вот здесь у меня еще помидоры что-то так думает тут вот вы чтоб не сглазить помидор будет много ну ничего съедим и сделаем все переработаем банок у нас полно все подвязаны все пропить пик пропикированы аж заикаться стало от количества помидор вот такие дела вот так и живем ребята между тревогами между сомнениями между воздушными тревогами но слава богу есть что делать это очень нас отвлекает вот такой огород на середину лета и после дождя все свежо пыль прибита жизнь у нас продолжается